Всем привет! Сегодня у нас будет тема воспитания детей. Я это честно стараюсь не трогать. Мне эта тема не очень нравится, потому что я не детский психолог, у меня нет такой специализации, но у меня есть вопросы от подписчиц, просто типа как блогера, рассказать, какими принципами я пользуюсь воспитанием ребенка, каких придерживаюсь, кому-то просто нравится мой ход рассуждения о жизни, когда я даже что-то рассказываю. И в психологических видео часто затрагиваю вопросы детства, родительских, детских отношений, и у людей возникает вопрос, а как не натворить, наверное, тех же бед, которые были со мной, родители делали, как не повторить их ошибок, и вообще как бы правильно себя в этой ситуации вести. Эта тема очень долгая. Можно вообще один канал заводить, и какой-нибудь, например, детский психолог может... Я думаю, такие каналы есть, просто это не искала. Мне интересно было, но я думаю, что такие темы очень актуальны, потому что сейчас люди стали обращаться к психологии, родители стали читать интересные книги, развивающие на эту тему, и хотя бы интересуются, как я могу не навредить своему ребенку. Это, конечно, когда такие желания, стремления к знаниям существуют, это закладывает зерно здорового, психологически здорового общества у нас хотя бы в будущем. Первое железное правило воспитания ребенка, которого я придерживаюсь, я об этом уже в видео рассказывала, можете поискать мои видео там на канале, посмотреть. Я просто для галочки отмечу, что никогда нельзя поднимать руку на своего ребенка, нельзя детей бить, потому что изначально это такие садистические наклонности, что ребенок априори в позиции униженной, в позиции маленького, который большому ответить не может. Как правило, мы учим детей того, что взрослые и старшие, они больше, они сильнее, они умнее, чем ты, как бы ты такой дурачок, который должен слушаться, делать так, как сказали родители, потому что они в силу возраста, не подчеркиваю, не в силу какого-то опыта и ума отдельного, это тоже надо понимать, да, они все взрослые априори правые и умные. Порой дети бывают поумнее родителей, либо там бабушек, дедушек. Так вот, мы же априори учим подчиняться, так идет воспитание, но когда ты бьешь, поднимаешь руку, то есть ребенок в принципе по силе своей ответить не может. И это унизительная позиция, которая губит ребенка. Не только физически ты приносишь боль, но и ты унижаешь в первую очередь морально. Надо понимать, что это отслеживать причины своей агрессии и злости. На самом деле желание кого-либо ударить, это моя безысходность, мое бессилие, я не могу по-другому изменить ситуацию, у меня есть эмоции на этот счет, я не удовлетворен сам с собой. И вот этот негатив, неудовлетворенность на себя самого, что я не могу справиться с ситуацией, я выношу на того, кто слабый, кого я могу обидеть. Очень часто мне хочется всегда сказать, когда я вижу, когда родители прям бьют детей, а ты подойди к ударе взрослого, который старше тебя, который может тебе отойти, который физически тебя сильнее. Все ли взрослые будут такие сильные, такие умные мамы, которые будут дергать, вот тоже дергание за рукава, вот эта вся история, это все неправильно. То, что ты не можешь договариваться словами со своим ребенком, это твоя ошибка, как родителя. И перекладывайте на меня ответственность, как хотите, оправдывайтесь, но это правда, почитайте книги просто о психологии. Нельзя бить детей, ни в коем случае вы унижаете ребенка своего, растаптываете его. Какую сильную личность вы после этого хотите? Он либо будет слабым, либо будет вообще по жизни замещаться за счет слабых, поднимать свою самооценку, которую вы опускаете. То есть детей не бьем, учимся с ними находить компромиссы и договариваться. Второе правило в себе, это все по себе, рассказываю, что я в себе замечаю, я ребенка не бью. Как вы понимаете, мне ребенок очень твердолоба, со своим характером. Я сразу говорю, что мои советы тяжело выполнять, тяжело по ним жить. Но вы воспитаете, я надеюсь, конечно, опыт только мой покажет, но на данный момент мне устраивает, как морально в социуме адаптируется, какой у меня активный ребенок, мне это устраивает. Я считаю, что я воспитываю его правильно, хотя будут эти храмы каких-то придерживаться. Но вам, как родителю, это тяжело, потому что это не гладкий покладистый ребенок, который выполняет все, что вы хотите. У него просто существует свое мнение, и в будущем ему от этого будет лучше. Он будет более самостоятельный, добиваться жизни чего-то, будет более успешным. И я сразу скажу, да, это тяжело, потому что у ребенка будет свое мнение на все. И с его мнением, как с членом семьи, вы должны считаться. Вы же считаете с мнением мужа, каких-то братьев, сестер. Почему многие считают в семье, что достиг какого-то возраста, например, подросткового, ты тогда имеешь право голоса. Но во многих семьях этого нет. И когда ты вырастаешь, вот почему плохие такие токсичные отношения с родителем, потому что родители не воспринимают своего выросшего ребенка как партнера. Когда говорят, ой, я не могу маме против сказать, она такая взрослая, а все равно лезет в мою жизнь, это то, что ты в позиции ребенка до сих пор. Ты не повзрослел, тебя родитель держит за ребенка. Он тебя вправе опять кунать головой во что-то, указывать на ошибки, понижать самооценку и все прочее. Я вам так скажу, что да, когда ты ребенка не наказываешь, так наказать можно. Например, не убрал за собой игрушки, раз-два предупрел, на третий раз ты говоришь, что игрушки завтра, ты проснешься, их не будут, они уйдут. И они действительно уходят. Всегда до конца доводить свою, скажем так, угрозу до наказания, которое ты обещал. Но с предупреждениями, это золотое вообще правило педагогики. Чтобы ребенок понимал, что не просто так было больше, ты доводишь до конца. Поплачет, понует, какой-то испытательный срок, например, неделя, будешь за собой убирать везде все, и игрушки к тебе вернутся. Все просто, элементарно, на пальцах можно объяснить. И когда ты не можешь вот эти эмоции контролировать ребенка, ты же не можешь его убить, он не боится твоих шлепков, ты начинаешь орать, например, повышать голос, голос как-то эмоционально реагировать, потому что эмоции эти идут. Надо понять, что это просто твои эмоции. И я вам сразу скажу такой секретик, орать может сколько угодно, но ребенок слышит вас, когда вы говорите спокойным голосом. То вы начинаете, вот может, по себе, я по себе это заметила, я это перестала тоже, повышать голос. Потому что я там истеричка какая-то ору, да, но чтобы ребенок тебя услышал, у меня такой ребенок неспокойный, порой ему надо было орать прям, я тебе, я сказал, давай, та-та-та-та. То есть вообще, тебя ребенок не судит в то, что хочет. И тогда я просто перестаю разговаривать, моя тактика поведения. У ребенка какое-то время, да, кайфует это, потом вопросу социальное, обрывание социальных контактов, это самая главная манипуляция, к сожалению. Но нельзя с ней перегибать тоже, там, не разговаривать, это вообще ужасно, это делать тоже, это вообще психологическая травма для ребенка. Когда родители с ним не разговаривают, игнорируют, типа, его не существует, это неправильно так делать. И когда я перезамолкаю, ребенок живет-живет, через 10-15 минут понимает, блин, что-то не то, мамы как в шумовой помехе нет. И она начинает интересоваться и ко мне подходить. А что, а как? И вообще тема конфликта, например, уходит, забывается или еще что-то. И вот когда ребенок готов меня слушать, тогда я спокойным голосом объясняю то, что нужно было сделать, или там, чтобы меня услышали, а мне какую-то просьбу или еще что-то, как, я не знаю, короче говоря, в зависимости от ситуации, что происходит. То есть надо подождать, когда, не надо орать, чем вы больше повышаете голос на ребенка, и громче он становится, тем меньше он вас слышит, потому что у него включается психологический блок, он у вас просто перестает слышать. Я вот так орала-орала, а потом поняла, что результата нет. Смотрим всегда по результатам. Результата нет, я стала молчать. И это работает. Но ошибка нельзя, вот я повторюсь, что нельзя делать? Нельзя игнорировать ребенка, как будто его не существует. Потому что для ребенка, даже дошкольного возраста, и все вот это детство дошкольного возраста, до 6-7 лет, у ребенка вся его вселенная, это мама и папа. Да, он ходит социально в садик, у него есть друзья, но нет папы, нет мамы, жизнь закончилась. Он все равно дальше своей семьи, жизни не живет. У него есть социальные контакты, но его основная жизнь, это его семья и родители. Если вы будете обрубать его социальные контакты, типа, мама на тебя обиделась, я с тобой не разговариваю, то самая страшная отпытка для ребенка, это равно, моя мама меня больше не любит. Меня кинули, бросили, оставили, чуть ли не отдали в детдом. Поэтому вот так обрывать социальные контакты для профилактики не нужно. Вы можете немножко помолчать, увидите, что ребенок готов внимать и слушать, и тогда начинаете диалог. Обрывание социальных контактов, игнорирование, это схема поведения ребенка до трех лет закладывается. Когда вы начинаете, например, своего маленького, трех, четырех, пятилетнего ребенка с ним не разговаривать, воспитывать таким образом, вы опускаетесь до его уровня, и вы не чему-то учите, а что-то рассказываете, пример. Какой пример вам показывается? Он будет так же надуваться, потом вот эти обиженки по жизни, мужики обиженки, женщины обиженные, которые берут к себе внимание окружающих, внимание к своей персоне через обиду. У них это модель поведения. Вот с детства, либо по маме, папе показывали, либо это проканывало. Когда я перестану общаться, эмоции свои, не показывать, ко мне обратятся, обратят на меня внимание, спросят, что со мной случилось и произошло. Чтобы ребенок самостоятельно принимал решения, не был, скажем так, чуфиком, и в будущем не боялся каких-то рисков. Такие люди, которые идут на бизнес, крупные вложения и все прочее. Это те люди, которым доверяют, которые могут принимать решения с детства. Вот у ребенка самое простое принятие решения, набираете одежду какую-то в школу, в садик или еще что-то, вы ему даете право выбора. Но этот выбор, вы его контролируете, ограничиваете. Например, вот тебе там три футболки, из одной из трех выбери одну. Вот тебе там штаны выбери, то есть то, что ты будешь кушать. Вот оно не так прям, я хочу там торт, мало там, да, а ты говоришь сразу там, смотри, вот я могу тебе приготовить, например, там, макароны, там, не знаю, кашу, котлеты, суп какой-то, там, овощи на пару. Что ты из этого будешь? То есть вы ему ограничиваете зону его выбора, но он делает выбор. И вы ей готовите то, что он хочет, то есть, или вы даете то, что им хочет. То есть его выбор, это его выбор. Не надо на это влиять. Самое, что ужасное, это когда родители тотально контролируют, переживают за своих детей, тревожность. Об этом было отдельное видео. Детям надо давать возможность делать ошибки, спотыкаться, падать, общаться с теми друзьями, например, но при этом контролировать, да, вести их. Давайте право делать ошибки, набивать свои шишки, чтобы они учились на этом. Пока вы за них трясетесь, шишек не будет. Просто, понимаете, когда с детства идет до подросткового периода, вы можете упорачиваться легко. Будете угнетать своего ребенка, все он будет делать с вашего разрешения. Вам удобно, вам хорошо, вы не тревожитесь. Но когда пойдут гормоны и будет эмоциональный взрыв, тут только два варианта развития событий. У вас будет затюканный ребенок, который продолжит вам подчиняться, либо это будет взрыв, неподчинение вам подростка, который захочет уйти из дома. Вот и все. Ваши отношения в крае испортятся. Но чтобы это предотвратить, вот это, знаете, закипает вода в чайнике, вы крышечку периодически поднимаете, давайте пару выходить. Разрешайте ребенку быть самостоятельным. Часто бывают вопросы, типа, до какого возраста ребенка провожать в школу? У меня на консультациях такие вопросы были от моих подписчиц. Разрешать одному гулять и все прочее. Все зависит от того, где вы живете, в каком месте, какая криминальная обстановка вокруг, как далеко эта школа и все прочее. И вообще от этих социальных каких-то условий жизни вокруг вас. Я, например, скажу, что нормально провожать ребенка там первое полугодие первого класса. Ненормально еще в третьем классе, когда бабушку за ручку будут водить в школу. Вы потом не удивляете, что у ребенка нет друзей, в классе его на день рождения никто не приглашает к себе домой, никто с ним играть после уроков не хочет. Да потому что вы всегда за ним. И дети думают, что пригласив его, приглашают вас. Он не интересен, он не самостоятельный, он не вписывается в компанию. Вот этим изгоем и слабаком делайте вы его своим присутствием. Так вот, ребенка, смотря от ситуации, если ваша школа не так далеко, не надо пересекать пять сплошных полос на дороге, чтобы попасть в школу. И тем более там, скажем так, вы спокойны в криминальной вот этой обстановке вокруг, что все в тихом, спокойном районе живете. А если есть еще по соседству какой-то мальчик в подъезде, девочка, сможет быть старше, немножко несколько лет старше, которые могут вместе ходить. Во-первых, надо идти к товарищу, если с кем-то можно, вдвоем два ребенка, это лучше. Если все равно даже один, ну все равно нужно отпускать к концу первого класса спокойно. Вообще лучше, конечно, к окончанию первого полугодия нужно самостоятельно ходить в школу. Я вам по себе это говорю, я ходила сама. У меня была соседка-подружка, с которой мы ходили, она была моя, ну, посчитай погодку, ее водила мама. Я помню, даже в детстве, второй, третий класс, мы не знали, как от нее отделаться, чтобы от этой мамы, когда тебя за ручку папа-мама ведут. Ну, это просто не круто, короче говоря. И, соответственно, социальные контакты, коллектив, все прочие дела, все за это завязано. Поэтому с запросом, почему мой ребенок тюфяк, почему он не принимает решения, почему он вообще никакой у меня, а я хочу видеть активного, успешного в будущем выросшего своего ребенка, активным человеком, интересным, который хочет развиваться. Вы всегда смотрите, насколько вы даете ребенку это делать. Скорее всего, вы просто этого не допускаете, и у него нет возможности развиваться в этом ключе. Все очень-очень предельно просто. И еще скажу, если вы сегодня мое видео послушали и решили что-то предпринимать и менять, но ваша история вообще в семье уже закоренела, и вы так давно себя как-то не так правильно вели, понимаете, что с первого раза ничего меняться не будет. На все нужно время, минимум месяц-два. Но когда вы меняете свою технику, тактику поведения, ребенок все равно будет отзывчивым, ему нужно просто время перестроиться на новый лад. Потому что он всегда жил по одной схеме, а тут ему схему, другую поведение предлагают. Но дети очень-очень легко учат языки, они легко учатся вообще всему вокруг, они очень быстро переключаются, они как менять тактику поведения, например, с вашей взрослой мамой, папой, которые там, братом, сестрой, или еще кем-то, которые уже такие, знаете, окостенелые. Дети очень гибкие, резиновые, податливые. Они очень легко пойдут на изменения, тем более, если это улучшает их свободу действий, какого-то креатива, позволяет еще что-то делать, пожалуйста. Я вам даже пример сегодня расскажу. Я вот сейчас вам делала макияж, и, естественно, у меня девочка, она интересуется косметикой, всеми делами, прочими. И вот она подходит, я хочу там, типа, делать, я ей много что разрешаю такое делать, потому что это все, это всего лишь косметика, и это все можно смыть тут же. Поэтому у нас истерика конфликтов, например, за макияж и за косметику с ребенком нет. Короче говоря, она подходит, у меня берет большую палетку худо-бьютик, и говорит, хочу вот эту, я говорю, нет, дочь, вот это можно испорить, мне это еще надо. Я ей даю другую альтернативу, поменьше, попроще, которая мне не нужна, кисточку, зеркало вы даю. Красьте сиди рядом со мной. Я ребенка при этом контролирую, конфликта у нас нет. Она украсила там все лицо, там по максимуму, там вообще жесть, короче говоря, в палетку ей попалась золотая-коричневая, там все как брозовый нос, там вообще супер хайлайтер, знает, куда уже мазаться. Красота была неописуема. И тут в комнату заходит папа, вот с такими глазами, и в шоке, что ты сделал, как ты позволил, фараза была такая, как ты позволил ребенку это делать, ты же рядом стоишь, типа, ладно бы она там, например, сделала втихаря и украла косметику, и пошла это сделала, я бы типа понял, но ты же рядом, ты позволила. Я говорю, теперь проанализируй, что ты сказал. То есть ребенку быть зажатым, и для своих желаний, чтобы их восполнять, надо украсть, сделать втихаря, утратить доверие родителей, да, понимаете, на что вы толкаете ребенка. Делать что-то плохое, потом за это получить, и чтобы его поругали, и это нормально. Я говорю, для меня нормально, я дала, она при мне это сделала, я проконтролировала, она все глаз никуда не выткнула, там, я не знаю, ничто из этого, не знаю, не лизнула, не съела, она уже большая, она там не будет лизать, но все равно. И у нас доверие, я на нее не ору, я ее не ищу, деба на шкафу спряталась, красится, правильно села, да? И я ее предупреждаю, накрасишься, посмотрю в зеркало, мы пойдем смоем, окей, мы так и сделали, пошли умылись, все, проблемы никакой нет. И муж тогда, конечно, у меня задумался на этом примере, что я говорю, почему ребенка толкаешь изначально, к дистанции между собой, недоверие, всем, как его, собственно, родители учили. Мне, почему я это разрешаю делать, косметику, мне в детстве косметику не давали. Такая же история. Но мне воровать ее, скажем так, не приходилось, чтобы тихаря накраситься. Мне мама разрешала один раз в год на Новый год накраситься. Но это было уже ближе к школе, началось там лет с пяти, может быть такое вот. Один был день в году, когда я имела право брать ее косметику, краситься так, как я хочу. Это было круто, это я весь год ждала этого дня. Ну, зачем я буду сейчас учимлять ребенка, если она видит это каждый день, как я крашусь, ну, как бы условия жизни из меня все прочее. Ну, окей. Ну, я умыла, что произошло ужасного? Все, ребенок счастлив, конфликта нет, проблем нет, желание ее утолили, она не приступила, скажем так, к закону какой-то морали нормы, ничего плохого не сделала, не пришлось воровать, прятаться, обманывать, или ничего что-то. Все замечательно. Вот такой пример из моей личной жизни. Вот так я отношусь к воспитанию. Нравится вам это, не нравится, я не знаю. Задавайте вопросы, если есть в комментариях какие-то темы для видео отдельных. Если это будет, мы обрадим, эти комментарии, много лайков, я по ним сниму видео для этих тем. Спасибо за внимание, всем увидимся, всем пока.